В Приднестровье накрыла магнитная буря. У многих сегодня болела голова. Ощущались слабости и утомляемость. Специалисты успокаивают. Буря не сильно и вскоре отступит. На сегодняшний день у нас скорость солнечного ветра составляет порядка 334 километра в секунду. А такие серьезные магнитные бури происходят, когда выбросы вот этих заряженных частиц, особенно протонов, достигают тысячи, полутора тысяч километров в секунду. Но, тем не менее, на поверхности солнца есть достаточно много горячих очагов. К середине июля магнитные бури повторятся. Они тоже будут не сильными, но такие возмущения могут почувствовать даже здоровые люди. Появляется сонливость, головная боль, утомляемость. Главный совет в такие дни – меньше бывать на солнце. Пить обязательно маленькими порциями, но почаще воду. И детям и взрослым можно есть достаточно много мороженого, но уже если совсем нет противопоказаний. В этот самый полуденный период времени находиться под крышей дома своего или на работе. Сейчас Земля в Афелии. Так говорят астрономы, когда планета находится максимально далеко от Солнца. Земля эту точку проходит летом, в начале июля. Но у нас все равно жарко. Почему? Дело в том, что в северном полушарии летом земная ось наклонена именно к Солнцу. Лучи падают под прямым углом, поэтому мы получаем больше энергии. А скоро, может быть, еще больше. Солнце приближается к пику своей активности. У порога этого самого 11-летнего цикла максимума солнечной активности на Солнце образуются пятна и тоже могут происходить мощные солнечные вспышки. Но, конечно, вот тот период, о котором мы говорим, он наиболее опасен с точки зрения того, что активность Солнца очень-очень высока. На вершине активности происходит больше магнитных бурь. На Солнце образуется больше темных пятен и вспышек, которые сравнимы с термоядерными взрывами огромной мощности. Если бы наша планета в этот момент находилась рядом со звездой, у нее бы сдуло атмосферу. Океан бы испарился. Но даже на расстоянии в 150 миллионов километров мы чувствуем даже небольшие изменения на поверхности Солнца. Достаточно изменения солнечной активности на одну сотую, тысячную даже долю процента. И мы почувствуем это в одну или в другую сторону. То есть, или Солнце будет немножко поярче светить, так образно говоря, или наоборот, более тусклым станет. На тысячную долю процента мы даже глазом это не заметим, но почувствуем это все на себе. Небо дарит и хорошие новости. Если встать сейчас пораньше, до восхода Солнца, еще можно успеть увидеть парад планет. Ближе к четырем утра на небе появляются Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн. 13 июля – Суперлуния, ну а в середине августа – Персиды. Это самый яркий и зрелищный звездопад года, который продлится почти месяц.